Всем привет! Тут у меня в комментариях я натолкнулся на совет использовать в качестве блокировщика рекламы. Так. Владимир... ...про программу, использовать программу O-Block Origin, и вроде бы это как гарантирует нас от рекламы. Но, как видите, у блок O-Block Origin здесь не работает. Теперь перейдем... ...пожалуйста, на... Ну, сейчас вот давайте на мантен перейдем... Вот на вторую часть, потому что первую у них отрубило, я начинал их смотреть. А вот, ну, вторая часть. Например, после победы вернется в медицину? Нет. То есть, вот, часть вторая. Никаких рекламных окошков нет. А если я перейду... ...тоже, видите, часть вторая на Google Chrome и ни черташеньки не работает. Вот такие, казалось бы, немудреные вещи. Еще... Вот, посмотрите-ка... Вот я на Google Chrome... Я иду на это. Я рекомендую вам поискать в поисковике, значит, найти вот эту вот страничку из Википедии. Можете вот так вот назвать в Google Chrome и поискать там, чтобы было на русском. Ну, или читайте по-английски, читайте по-английски. И здесь подробненько, подробненько, значит, узнаете, как это... Все это делалось и такое... Ну, много чего передового. Вот. Весьма рекомендую. Поэтому... Я, значит, многое тут... ...чего исследовал. Дело в том, что я пользуюсь Google Chrome и пользовался лет 10 или 15. И вот можете себе представить. Вот такая вот незадача, значит. А на Brave в браузере... То есть, сделал он по нормальным классным технологиям. Вот. Я, по крайней мере, могу смотреть без рекламы, пожалуйста, значит, там, ролики, которые мне нравятся и так далее. Вот я вам парочку добрых словечек сказал, значит, в Brave в браузере. И, к сожалению, показал, что даже у блок-браузер, значит, он, к моему большому сожалению, он не работает. Вот, на ролике Монтян. Вот так вот. Значит, поэтому те, кто мне там писал, что у блок, значит, там, гарантированно вам там чего-то где-то и как-то делает, ну, с большим сожалению, могу сказать, значит, не работает он. Поэтому... Поэтому... Рекомендую вам перейти или обратить свое внимание на Brave в браузер. Вот. Почитать о нем. Попробовать. У меня единственное, что было непривычно, там, как какой-нибудь ролик поместить в закладку. Ну, тут вот такой звездочка была на Google Chrome. Ну, а здесь вот, пожалуйста, выбирайте там, куда угодно там помещайте и так далее. Вот и вся разница. Ну, и то, что, значит, здесь вам предлагают. Вот, посмотрите, за то, что вы смотрите рекламу, вам платить будут токенами. Вот. И вы там можете там зарабатывать и потом тратить на то, что вам, как говорится, предложат. Ну, это вам предлагают смотреть. Не тупо смотреть, как говорится, рекламу, которую вам выкидывают. А именно по вашему желанию, значит, и так далее. А не хотите смотреть, ну, так и не смотрите. Вот такие вот вещи есть у Brave Browser. И мне это очень нравится, потому что они дают, как говорится, пользователям свободу выбора. Вот таким вот образом. Ну, ладно, я желаю вам всего самого наилучшего и, ну, скажем так, всяческих там успехов.